Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! На главном телеканале Якутия информационно-аналитическая авторская программа «Считаю важным». Сегодня день родного языка и письменности в республике Саха Якутия, которую вы видите творить чудеса с ведущими НВК Саха. Предлагает новые формы и краски, и палитру. Поздравляю вас всех и нас всех с этим замечательным днем. Как отметил в своем поздравлении глава республики, благодаря родным языкам раскрываются наши таланты. Мы развиваемся духовно, нравственно и интеллектуально. Получают продолжение вековые ценности и традиции Севера. Я считаю важным сказать, что языковая культура и культура общения вообще, это безусловно важные части для достижения главной задачи, которая сейчас стоит перед республикой. Повышение качества жизни людей в регионе. Может быть даже это основа всего. Так же, как и две темы сегодняшнего выпуска, я анонсирую их. В первой половине программы мы акцентируемся на отдельных направлениях завершившегося первого этапа комплексного изучения Якутии Российской Академии Наук. Ну а второй половине освидетельствуем состояние вежливой медицины. И постараемся ее немножко диагностировать. Представляю первого гостя. Доктор технических наук, заместитель директора Института физико-технических проблем Севера. Сибирского отделения Российской Академии Наук. Валерий Лепов, Валерий Валерьевич, добрый вечер, спасибо, что нашли время, пришли. Итак, 7 февраля в Якутии подвели итоги первого этапа комплексной экспедиции РАН. Задача была поставлена следующим образом. Экономика для человека, а не наоборот совсем. В 2016 году выполнены прикладные научные исследования в соответствии с программой исследований по пяти направлениям. Каким направлением работали вы? Это третье направление. Оценка, уточнение минеральных запасов, энергетических ресурсов Республики Саха-Якутия. Давайте, прежде чем приступить к разговору, посмотрим сюжет, который был снят на прошлой неделе в Усть-Яне. Дорога в одну сторону, соответственно, качество неудовлетворительное, шоссейная техника работать не может. Вездеходной техники, сухогруза, в Усть-Куге и Патасском практически нет. Между тем, как выясняется, проблема не сколько в качестве дорог, а в тарифах за перевозку для водителей опасного груза. Именно их-то не устраивает выставленный ценник энергетиков. Если по нормальной дороге, допустим, в сторону Батагая они ездят за 12-15 рублей километр, то в проблемных направлениях им предлагают всего лишь 7,5 рублей. Если взять прошлый год, с нами до сих пор нет расчета за прошлый год перевозок. И, естественно, в этом году у перевозчиков, естественно, тоже есть недоверие и есть основания полагать, что и в этом году тоже будут такие же задолженности. Плюс необоснованно низкие тарифы на перевозку. Если топливо растет, инфляция есть, а расценки по сравнению с прошлым годом абсолютно не поменялись. Кроме того, ситуация по недовозу топлива произошла из-за некомпетентности заказчиков, убеждены перевозчики. Водители подчеркивают, что у энергетиков была возможность создать запас топлива в депутатской миссарелке заблаговременно. Большое спасибо за сюжет Виталия Абрамова, моего коллеги. Целью первого этапа комплексного исследования Якутии являлось получение ясной картины современного состояния республики. На основании результатов якутские ученые будут готовы предложить новые технологии и свои рекомендации. Давайте начнем с тех, которые могут быть использованы для улучшения качества жизни россиян. Ну вот, может быть, со слайдов сразу начнем. Будьте добры, шестой слайд выведите нам, пожалуйста, на экран. О чем свидетельствует? Как комментировать будем? Ну, здесь показан гидропотенциал республики. Уже наш институт занимается этим где-то 50 лет. И вот обобщены эти данные по гидроэнергопотенциалу. Вообще говоря, они должны идти в комплексе с потенциалом ветропотенциалом и потенциалом солнечной энергии. Альтернативная энергетика? Вся возобновляемая энергетика, так называемая. Потому что невозобновляемая имеет свои ограничения. Вот, во-первых, транспорт, да? Во-вторых, углеводороды уже проблема, которая... Загрязнение окружающей среды очень воздействует на это. Поэтому вот здесь показаны малые ГЭС, это вот кругленькие. Это кружочки, аромбики. Да, аромбики, это с которыми необходимо сооружение плотин каких-то, да? То есть плотинные ГЭС. Понятно. Что на этих реках предлагается сделать? На части, может быть, рек? Да. Для части поселений? Ну, вот, был проведен ряд экспедиций, в том числе на юг Якутии, на север. И вот планируется также на Индигирку. Это наиболее перспективный район, наверное. Ну, планируется устанавливать малые гидроэлектростанции от 10 до 100. Ну, в отдельных случаях, когда очень позволяет напор, до 500 киловатт. Это позволит. Ну, это маленький, собственно говоря, не очень большой. Да, это не решит полностью проблему, но сэкономит значительные ресурсы. И транспортные, и углеводородов. Важно, чтобы вокруг вот этих вот локальных станций, гидроэлектростанций, было как можно больше населенных пунктов. Как можно больше, точнее, потребителей энергии. Ну, если будет расти количество населенных пунктов потребления, тогда потребуется больше энергостанций. В принципе, получается взаимозавязлая зависимость такая. Хорошо. Эти мини-станции, они требуют каких-то основательных строек или нет? Нет. То есть, например, сейчас уже есть конкретные заказы по Яне. Там отдельное поселение. Просят им такие маленькие гидроэлектростанции поставить. Это что такое? В воду опускается? Нет, это, например, устанавливается источник, довольно высоко, который находится по уровню, и сток, который ниже по течению реки. И устанавливается там труба, которая идет к стоку, и по этой трубе подается на гидроэлектростанцию, это отдельное здание, и в сток сливается вода. То есть, сам створ реки не затрагивается никаким образом. Это отдельное идет русло, которое имеет трубопровод, и таким образом получается энергия. Ну, в какой-то мере это может решить проблему, насколько я понимаю, да? Давайте посмотрим на следующий слайд, номер 5, пожалуйста. Схема размещения подземных холодильников емкостью более статом. Подземные холодильники для чего? Да, отдельный проект был посвящен холодильникам для размещения углеводородного топлива. Это может быть газ, размещаться жидкие топлива. То есть, это резервуары? Да, резервуары подземные. В принципе, такие задачи актуальны, то есть, не сооружать, не завозить большие емкости туда, а хранить их на месте, в таких уже готовых помещениях, которые остались от предыдущей деятельности. Хорошо, объединим два этих слайда. Мы говорили про Индигирку как одной из рек, где потенциально возможны вот эти вот мини-гидроэлектростанции. И вот резервуары, хранилища. Если возвращаться к сюжету Усть-Янск, на Яне, что возможно сделать? Ну, установить вот эти небольшие микрогэс или малогэс. Уже возможно, такие конкретные проекты уже рассматриваются сейчас. То есть, экспедиция была на эту реку. Ну, если... И плюс, собственно говоря, вот резервуары на Яне мы видим, да, там их, ну, там, по меньшей мере, три, да? Ну, если брать какую-то перспективу, то, наверное, возможно использование комплексных источников энергии. То есть, где будет ветер, солнце, вода и выработка каких-то ресурсов, которые могли бы закачиваться в эти емкости. Это очень отдаленная перспектива. Ну, я думаю, что 10 лет, наверное, минимум для этого потребуется. Угу. Можно ли считать, собственно говоря, вот ваш ответ, там, продолжить дальше, если его, что в течение этих 10, по крайней мере, лет северный завоз будет будоражить всех, кто в него включен, заинтересован, и исполнителей северного завоза, и потребителей северного завоза. Вот на протяжении этих лет. Да, он останется таким же проблемным, то есть, нужно решать проблему дорог, все равно останется. То есть, вот на месте решить энергетическую проблему не получится. Понятно. Вот такой вопрос до перехода к следующему слайду. Мы заговорили об использовании водных ресурсов. Вот цитата буквально, да, и из отчета. Дана гидрогеологическая характеристика территории Якутии с целью оценки перспектив использования подземных вод в питьевых целях. Даже так. Собраны сведения о минеральных подземных водах Якутии для выявления основных закономерностей их распространения и перспектив использования. Это тоже для повышения качества жизни, безусловно, имеет огромное значение. А какие вообще результаты получены, вы не знаете? Ну, приблизительно могу сказать, что есть источники, которые можно использовать как минеральные. То есть, бутилировать воду или использовать на месте. И наша республика богата, в том числе вот вблизи Якутска, вблизи отдаленных, в отдаленных лусах. Это тоже новые какие-то открыты, наверное. Ну, можно считать, что новые, хотя они известны уже давно. Просто их состояние современное было уточнено и показано, что их можно использовать. Давайте посмотрим на следующий слайд, который подготовлен, четвертый. Вот. Ключевые угрозы энергетической безопасности северных и арктических районов республики Саха. Вот что это за ареал такой? Ну, это где, значит, основная проблема стоит завоза северного топлива. Или через северный морской путь, да, или вот через, в основном сейчас заводится автотранспортом в зимний период времени. И по реке. То есть, вот этот регион, он наиболее трудно обеспечен с точки зрения энергоресурсов. Получается, постоянно нужно завозить туда. Ну, наверное, собственно говоря, мы и так знали о том, что вот эти вот северные районы, да, и труднодоступны, и там, трудно завозить. Но вот здесь конкретизировано, да? Это конкретизировано, да. И вот на примере угля, например, показано, что брикетирование в различных размерах тары очень может сильно повлиять на качество доставляемого товара. Чем больше упаковка, тем меньше теряется по дороге. Если просто его расцепным и привозить, то практически там 30-50% будет теряться. То есть, большие потери даже при завозе топлива. Ну, это понятно. Это понятно. Давайте прокомментируем следующий слайд. Вот скажите, пожалуйста, что такое Вилюйская синеклиза? Ну, это запасы нефти, газа. Потому что есть комплексные месторождения. И это как бы месторождение, сосредоточенность месторождения Вилюйской синеклизы. Оно очень перспективное для разработки. Перспективное для разработки. Да. И вот оценены его запасы. И показано, что есть еще возможность добычи на ближайшие 20 лет. То есть, мы не будем без топлива. Сейчас все результаты будут структурироваться, насколько я. Угу. Валерий Валерьевич, спасибо вам огромное за встречу. Время пролетело незаметно. А мы переходим к следующей части через рекламу. Вот чем хочу предварить разговор в следующем предстоящем блоке нашей программы. На прошлой неделе в федеральные средства массовой информации выплеснулось, в общем, скандальное, одиозное возбуждение вокруг гомеопатии, официально признанной в СССР еще в 1991 году, которую Комиссия Российской Академии Наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, есть и такая комиссия, обозвала лженаукой. Об этом говорится в меморандуме подготовленном комиссии. С большинством ученых-медиков этот скороспелый релиз не был согласован. Более того, подобные бумаги не имеют никакой юридической силы. Зато могут нанести и даже уже наносят ущерб репутации Российской Академии Наук и даже, собственно говоря, могут спровоцировать обратный эффект. Я заглянул в энциклопедический словарь. Лженаука – это то, что не является подлинной наукой, но выдается за нее. Гомеопатия никогда не выдавала себя за науку, и здесь, наверное, корректнее было бы сказать, что это не наука гомеопатия, но не навешивать ярлыки. Вот зачем нужна эта компанейщина вся и странные страсти? Лысенковщина какая-то получается, а может, лоббирование интересов фармацевтических компаний. Вы знаете, Лысенко был не первым, кто отрицал, ну, в частности, генетику. В 1772 году известный химик Луазье, есть даже закон Ломоносова Луазье, выступил против метеоритов. И в последующие несколько десятилетий Парижская Академия Наук ставила на все сообщения об их падении резолюцию. Камни не могут падать с неба, поскольку на небе камней нет. Им там неоткуда взяться. Мы сейчас продолжим разговор о науке, об анализе современного состояния здоровья взрослого и детского населения Якутии в контексте комплексного изучения республики. Наш гость – доктор медицинских наук, руководитель Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Михаил Томский, Михаил Иннокентьевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы участвовали в проведении мониторинга состояния здоровья и качества жизни населения Якутии. Вот спрошу так, как проявляются кардинальные отличия бытия в республике и в Западной России? Я не спрошу, чем отличается, это все знают, а как они проявляются, эти отличия, здоровье? Ну, формирование здоровья на севере, оно отличается от формирования в других регионах. Здесь влияет и климат, ну, это не только холод, да, но и рассогласованность святого дня, то есть полярная ночь, полярный день. Это колебания, геомагнитные колебания. Через нас, ну, мы живем в Арктике, через нас, вот, через два полюса проходит магнитная ось Земли, но то, что не дает заваливаться Земле, это огромная сила. И она, вот, колеблется, вот это излучение колеблется, и оно влияет на все системы, на неживые и живые, в том числе на людей. Как влияет? Ну, влияет здесь, есть такое понятие... Сейчас мы тоже посмотрим подготовленные слайды. Есть такое понятие, как синдром полярного напряжения. Она влияется, ну, начинается с тревоги, бессонницы, понижения работоспособности, и, что более важно, это снижение иммунитета, что может приводить к раздействиям заболевания. Понятно. А адаптируется ли и как адаптируется приезжий организм, вот, когда он прибывает в республику? Ну, организм... Приезжий организм, это такой неологизм, да? Конечно, наша республика начала бурно развиваться в 60-х годах прошлого столетия, и сюда приехали жить и работать сотни тысяч людей. Они приехали из разных регионов, ну, строили там дома, дороги, там комбинаты, заводы. Но эти люди, вот, приехав на высокие широты, жили, болели, умирали. И поневоле они оставили огромный фактический материал, вот, своей жизнью, да, своей деятельностью, огромный материал по как раз приспособленности к северу. И вот этот материал мы анализируем, изучаем. И здесь есть, конечно, закономерности. Прежде всего, это изменение сердечно-сосудистой системы, потому что сердечно-сосудистая система наиболее чутко и выраженно реагирует на изменения, ну, на все изменения. Происходит, в первую очередь, напряжение иммунитета, затем она происходит в фазе истощения и появляются болезни. У нас по-особенному протекает атеросклероз. Ну, раньше считалось, что коренные жители атеросклерозом вообще не болеют. Ну, сейчас такого нет, болеет. Но у приезжих атеросклероз протекает более, ну, скажем, выраженно. Здесь и частота больше, и площадь поражений, и клиника более яркая. И потери как раз вот от сердечно-сосудистой патологии, они выше у приезжих населения. Меняется даже обмен, по-моему, да, вы говорили? Ну, да, значит, это, значит, кто приехал, значит, с юга, да, у них преобладает углеводный обмен. А здесь вот у нас в силу высоких энергозатрат преобладает белково-липидный обмен. Вот этот переход, он влияет... Белково-липидный. Да, белково-липидный, да. Понятно. Давайте начнем со слайдов, которые, собственно говоря... Нет, 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 с первого, пожалуйста, с первого слайда. Ну, сейчас, сейчас заменят. Потому что это из предыдущего блока. О естественном приросте населения, да, первый слайд будет. Ну, сейчас, пока готовят, Михаил Анатольевич. Собственно говоря, по результатам исследований биохимических показателей, вот результаты, да, установлено, что оценка активности ферментов характеризует степень адаптированности к условиям высоких широт и различной потребности в энергии, да, для адекватного функционирования организма в зависимости от зоны проживания, так и этнической принадлежности даже. Готовы слайды, нет? Будьте добры, первый выведите, пожалуйста. А по этнической принадлежности как это? Ну, у нас, значит, условно, люди, там, делятся коренные жители, это монголоиды. Ну, вернее, не просто монголоиды, а северные монголоиды. И с южной монголоиды, она отличается от северных монголоидов, это китайцы, вьетнамцы, там, филиппинцы, и северные. Это вот якуты, буряты, монголоиды, это северные монголоиды. И, условно, приезжие население, это европеиды. Это люди выглядят не только внешне, а отличаются. Это понятно. Это различные обмены и различные реакции на одни и те же возражители. Ну, понятно, что люди, которые приехали из других регионов, особенно, чем южнее и чем западнее сюда приехал, вот, ну, приехал, вот, там, мигрант, да, тем более выраженные у него изменения происходят. Поэтому, здесь это очень важно, при освоении, вот, нашего региона, архитических регионов, нужно учитывать, что нужно набирать трудовые ресурсы из Сибири и из Дальнего Востока. Там есть трудовые ресурсы, и, ну, во-первых, это дешевле, во-вторых, эти люди будут, у них менее будут вот сгажены реакции на изменения. Ну, вот, давайте начнем с этого слайда. Естественно, прирост населения... Ну, это вот характеристика нашего региона, да, у нас, если посмотреть, один из немногих регионов, где имеется положительный естественный прирост. То есть, у нас население увеличивается. Да. В России много регионов, где население, наоборот, уменьшается. Ну, сравнивать не будем с Россией, возьмем динамику по годам. Ну, если динамику смотреть, вот, у нас высокая рождаемость, да, вот, посмотрите, да, но, если сравнить вот с прошлым веком, да, смотрите, какая высокая была рождаемость, вот, 42, 79, то есть мы, рождаемость уменьшилась значительно. Ну, это связано с процессами развития общества, когда люди хотят... Безусловно, безусловно. Хотят делать карьеру, хотят жить... Да, здесь детализировать не надо, это все понимают. А давайте посмотрим на следующий слайд. Там у нас есть младенческая смертность. А вот это наглядно здесь видно социальный прогресс, что произошло за 100 лет, да, вот, если 100 лет назад из 1000 родившихся детей 10,70 погибало. Это вот младенческая смертность. Сейчас вот минимальные цифры до 6 дохотело. Вот за 100 лет, вот, как изменилась жизнь. 6 на 1000. Да. Как стали люди жить лучше? Вот показывает этот слайд. Понятно. Следующий, будьте добры, поставьте нам, пожалуйста. Общая заболеваемость. Да, но в то же время в результате тех изменений, которые произошли в последние годы, особенно вот когда, значит, одна формация изменилась в другой, появились рыночные отношения, и люди стали испытывать большой стресс, и появилась вот заболеваемость. Вот посмотрите, ну, как вот это заболеваемость сердечно-существенной патологии, болезни сердечные, системы кровообращения. Вот, смотрите, видно, как она растет, да. За несколько, ну, буквально это небольшой период, она выросла почти два раза. Вы подтверждаете эти тенденции с сегодняшними исследованиями в рамках вот этой комплексной экспедиции, которая стимулировала, насколько я понимаю, новые исследования в этой области? Да, вот комплексная экспедиция дала очень большой, мощный импульс для этих исследований. Мы стали, ну, более глубже, значит, изучать и анализировать те процессы, которые происходят в формировании здоровья и здоровья населения нашей республики. Ну, можно дальше. Давайте про диабет посмотрим следующий слайд. Вот, смотрите, вот сейчас практически каждый десятый житель нашей республики, он болеет сахарным диабетом. Это практически идет эпидемия. Это болезнь обмена, серьезные заболевания, прогрессующие заболевания. И вот связано с тем, прежде всего, это изменение питания. Сейчас, если раньше были больше натуральные продукты, местные продукты, то сейчас в рационе преобладают продукты привозные, а это консерванты, ну, используют консерванты, это генно-модифицированные продукты и синтетические жиры различные. Вот это влияет на, негативно влияет, ценность вот этих продуктов низкая, но вред есть. Но в то же время отказаться от них невозможно, потому что без них, ну, скажем, не хватает. То есть, продовольственный рынок, он не будет над этим, наполнен. А, то есть, продовольственная корзина не будет полная, да, в отсутствии вот этих продуктов? Да, 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 это вынужденно. Ну, к сожалению, да, наверное, к сожалению, понятно. Следующий, к следующему перейдем, да, злокачественное образование. Ну, вот видите, сейчас в республике за 20 лет, да, как выросла заболеваемость злокачественными новообразованиями. Практически в два с половиной раза. Здесь тоже очень много факторов. Ну, прежде всего, это действительно питание. Изменился воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем. И очень много появилось излучений, начиная вот с бытовой техники, кончая вот сотовой связью и другой связью. Очень изменилось. Ну, воду мы пьем в основном из артезианских, в общем-то, источников? Или не в основном? Все равно качество изменилось. Она лучше не стала. И вот это очень сильно влияет на здоровье людей, поэтому заболеваемость растет. Но в то же время, можно следующий слайд? Да, вот следующий, будьте добры. Если вот она растет, но в то же время, если сравнить с другими регионами Российской Федерации, заболеваемость в среднем ниже, чем по России. Понятно. Ну, это связано с тем, что у нас процент молодого носяного. А вот еще очень важно. Давайте вот следующий слайд. 30 секунд у нас осталось. Успеем. Россия вымирает от алкоголя. Да, это, ну, еще дальше шли, там еще более, еще слайд можно. Можно следующий слайд? А следующий еще можно, да? Вот так. Ну, вот видите, потери от алкоголизма, да, от алкоголя в России по сравнению с другими сторонами. Огромная разница. Да. Еще следующий слайд. К сожалению, наше время истекло. Михаил Анатольевич, спасибо вам большое. А мы продолжим разговор о медицине, уже о прикладной медицине, о вежливой, через рекламную палку. Ну вот мы плавно и перетекли за экватор. Вторая половина нашего эфира посвящена такому важному направлению медицины. Вежливость. Вежливая медицина. Проект вежливой медицины. Много об этом говорились. Начну с цитаты. Июль 2016 года, прошлого года, глава Якутии Егор Борисов в программе «Открытый разговор» на телеканале НВК САХА. Цитата. Я разговаривал со многими больными. Часто люди отмечают качество самого лечения, но при этом недовольны тем, как формируются очереди на прием к врачам. А если человек приехал из Анабара, он не может сидеть здесь месяцами или вынужден часами ждать приема узкого специалиста. Нужно создать такие механизмы, чтобы люди могли записываться на прием, сидя дома, используя электронную регистратуру, например. Например, Илдархан, ноябрь прошлого года. Текст послания Госсобрания Утумен и общественности. В медицине мы приступили к коренным преобразованиям с внедрением высоких технологий. В августе подписан указ прошлого года об улучшении медицинского обслуживания и совершенствовании качества медицинской помощи в республике. Министерству здравоохранения придется крепко поработать, чтобы обеспечить подготовку специалистов в соответствии с потребностями практического здравоохранения и задачами структурной перестройки отрасли, повышения имиджа медработника и престижа профессии врача. Сейчас об этом обо всем будем говорить. Это еще не конец цитаты. Надеюсь, проект «Вежливая медицина» в этом смысле даст хороший толчок, изменит взаимоотношения врачей и пациентов. Итак, говорим сегодня о вежливой медицине, которая определяется не только корректностью, но качеством и профессионализмом. Представляю наших гостей. Главный врач станции скорой помощи города Икуска Андрусова Татьяна Антоновна. Здравствуйте. Здравствуйте. Заместитель главного врача медцентра города Икутска Владимир Иванович Погодаев. Владимир Иванович, категорически приветствую. Давайте вот для начала разговора, а разговор у нас с вами будет уже всю половину программы занимать, посмотрим видео осени прошлого года из Нерюнгре. Там тоже об этом говорится по теме программы. С началом осени в местные поликлиники снова потянулись вереницы заболевших нерюнгринцев. В коридорах учреждений все те же очереди. Нехватка врачей уже никого не удивляет. Но терпение пациентов не бесконечно. Салонов нет. Все. Я теперь не знаю, мне идти вот в эти два кабинета или уже смысла нет идти. Или сейчас сразу в регистратуре, и что я не попаду никогда к неврологу. Как быть мне? Качество обслуживания и возможности бесплатной медицины не устраивает большинство нерюнгринцев. Нет, недовольно. Мало медработников. Возрослые. Врачи вообще не видят в нас, как людей, которых можно обслуживать. То есть либо им надо деньги на лапу давать, либо просто идти в какую-нибудь другую больницу, где надо платить деньги за то, что тебя просто обследовали. В таком тяжелом состоянии находилась глава окружения, давление, что в итоге 21 день на больничном пробыла. И меня выписывают. К неврологу на этот, как идешь, на ВКК. Говорит, да вы симулируете, вы просто здоровая, вы просто работать не хотите. Все. Я в итоге беру билет и еду в Благовещенск обследоваться. Многие нерюнгринцы привыкли обращаться за медицинской помощью к специалистам, находящимся за сотни километров от их родного дома. В Благовещенск, Хабаровск, Новосибирск, Читу и столицу нашей республики Якутск. Галина Якимчак, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгрин. Ну вот в столице нашей республики, в городе Якутске, вы видите какие-то изменения по... Ну, начнем вот прямо вот конкретно, с вежливости. Вежливости медицинских работников. Ну, вежливое здравоохранение, доброжелательная больница, они ведь не сегодня, это было и раньше, и в 60-х, и в 70-х годах, когда вот, допустим, я начинал работать. И, естественно, самым, наверное, главным критерием оценки удовлетворенности населения оказанием нашей помощи является это вежливое, тактичное и доброжелательное отношение. Потому что вот вежливость, это вытекает из доброжелательности. Это, эти качества у медика должны быть повседневными, они воспитываются, приобретаются, и на это влияет очень много факторов, начиная, значит, от обучения, значит, воспитания, обучения и... А вот об этом отдельно поговорим, собственно говоря, о врачах сегодняшних. У меня тоже там заготовлена одна цитата. Татьяна Антоновна, как вы считаете, диспетчер скорой помощи, ну, я прямо вот по профилю, по направлению, да, как только он становится невежливым, я так думаю, что ему так увольнения сразу нет? Ведь разговоры записываются, да? Да, все разговоры на скорой помощи записываются. У нас есть автоматизированная система управления, где диспетчер, набирая все данные больного, все это работает в онлайн-режиме, да? То есть, когда человек звонит, то это все записывается. Все вопросы у нас с алгоритмом, да? Диспетчер должен выбрать бригаду, которую отправит фельдшерскую врачебную по категории, или это реанимация, невропатологи, да, педиатрия. То есть, диспетчер точно знает, что это все будет записано, и в случае чего можно все это проанализировать для повышения качества оказания медицинской помощи на скорой. Спасибо. Мы снимали в медцентре города Якутск на прошлой неделе материал, сюжет. Давайте посмотрим видео номер три. Вежливо, нормально это относится. Я думаю, что по диспансеризации ухудшается. Здесь медперсонал забывает о том, что у них состоят на учете граждане, которые требуют диспансеризации ежегодной, хотя бы ежегодной, да, наблюдения, вызовов и так далее. Это странно, да, что по диспансеризации отмечается, ну-ка, вот, гражданами, да, ухудшение, потому что вижу при этом плакат раз в три года, 48, 51, 54 и так далее, да, проходит диспансеризацию. Так, не так? Ну, сегодня, как бы, несколько видов диспансеризации. Вот это, в данном случае, здесь показана диспансеризация, это обязательная диспансеризация, которая проводится согласно возраста. Это включает перечень различных диагностических исследований и направлено на раннее выявление заболеваний, которые можно вмешаться и, значит, достичь результата. Кроме того, может, пациентка еще имела и то, что есть диспансеризация больных с хроническими заболеваниями. Это тоже один из методов диспансеризации. Ну, вообще, конечно, вот, не вызывают, ну, когда пациент подлежит диспансеризации, значит, вот, практически вот эти все, он должен, как бы, сам проявлять активность и посещать лечебное учреждение, потому что для этого у нас есть, допустим, все возможности, работает кабинет, там все медицинский персонал. Пациенту только главное открыть. Проявить инициативу. Да, проявить инициативу, зайти, а мы уже... Не забыть. Да, а мы уже здесь, значит, полностью проведем весь необходимый объем исследований и назначим лечение. Если там нужна дополнительная диагностика, то мы ее также проведем своевременно. Вот проблема, и сейчас вот начался Новый год, сейчас мы вот призываем население у нас... Не забыть. Да, не забыть, подойти, и практически у нас... Хорошо, диспансеризация. Ну, вроде бы разобрались, да? Давайте так расширим немножко рамки нашего существования в этом диалоге. Все-таки качество, да, вежливая медицина. Это, в общем, качество медицины в конечном итоге, да, да и в первичном, и во вторичном, и так далее. Очень многие отмечают, что невозможно дозвониться. Невозможно дозвониться до поликлиники, невозможно дозвониться до скорой помощи. Сейчас отдельно просто, это отдельный пласт. Тем не менее, были в медцентре города Якутска. Будьте добры, сюжетик номер два, пожалуйста. У нас работает автоответчик. Люди оставляют сообщение, что, ну, насчет причины своего обращения, да, то есть это может быть вызов или запись на прием к врачу. И оператор перезванивает, все оформляется, все это контролируется также. Вот, но тем не менее, люди, вот передо мной прямо ветка мессенджера WhatsApp, и здесь отмечают, что, ну, просто нереально дозвониться до, хотя не до колл-центра, не до поликлиники отмечается, да. Добрый день. И советы, собственно говоря. Позвоните во взрослую регистратуру, скажите, детская не берет. В детскую дозванивались, да. Принимайте вызов или позвоню в Минздрав. Тогда сразу бегут в детскую, потом заново звоню во взрослую, они мне говорят, вот работают, сейчас звоните, и там уже поднимают точно трубку. Вот таким вот образом. Ну, к сожалению, проблема эта есть. При этом 15 звонков на одного оператора 15 звонков. Значит, ну, в день где-то на одного человека 500-600 звонков. Во-первых, значит, действительно проблема есть, особенно трудно дозвониться до колл-центра. Ну, здесь очень много факторов, и среди них все-таки вот, ну, как бы несовершенная, значит, информационная система, значит, вот задержки. Кроме того, значит, в качестве колл-центра работают операторы, которые, они даже без медицинского образования. Это очень сложно найти контакт с пациентом и правильно определить его, ну, решить его вопрос. Поэтому вот это возникает тоже проблема. Ну, кроме того, дефицит кадров, конечно, потому что, ну, зарплата даже ниже прожиточного минимума. Оператур колл-центра. Да, колл-центра. Поэтому, ну, мы вынуждены... Мы не будем на это пенять особо все-таки, ну, да. Ну, конечно, если они пришли работать в медицинское учреждение, то должны они, в общем-то, выполнять свои обязанности, отношение к пациентам, независимо от их зарплаты, все-таки, должно быть выше. В случае сегодняшний, просто сегодня, вот, разговаривали в тему программы, звонят в колл-центр, не поднимают, очень долго не поднимают, оставляют на автоответчике, как и советуют сообщение, не перезванивают. Вот по этому самому номеру, 500-003. Возможно ли такое, чтобы не перезвонили? Я хочу, чтобы это было невозможно, на самом деле. Раз мне говорят, что оставьте сообщение, перезвоните, и это, ну, один из методов дозвониться, ну, а что ж тогда? Ну, к сожалению, сегодня вот то, что не могут дозвониться до колл-центра, они все равно дозваниваются на горячую линию. Поэтому у нас получается, что горячая линия сегодня, где-то 40% всех звонков колл-центра, которые не могут, они идут через горячую линию, и там практически их все равно запишут. Но то, что перезванивают, ну, мы за этим отслеживаем, у нас тоже запись ведется в колл-центре, и если, значит, с нашей стороны допускаются какие-то нарушения, ну, в администрации мы также принимаем меры, вот, к работникам колл-центра. Ну, понятно. Ну, действительно понятно, что, я надеюсь, вы просмотрите понедельничную запись, хотя знаю, что понедельник – это тяжелый день по звонкам. Это да. Огромная, собственно говоря, да, проблема по звонкам в скорую. Вот сейчас у нас там реклама намечается, давайте поговорим немножко до. Дозвониться, ну, хорошо, дозвониться не проблема, проблема вызвать скорую. Почему? Во-первых, давайте, как дозвониться? Отпечки. Да, отпечки. То есть, получается, что мы, как организаторы здравоохранения, смотрим за потоком звонков, да? Сейчас вот очень динамично продолжим после рекламной паузы двухминутной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова